Мы не специалисты по живописи, но тем не менее я просто вижу определенного рода... Далей. Далей, да, немножко. В общем, существует, с моей точки зрения, есть определенного рода такой интересный метод, который состоит в том, что нужно относиться к чему-либо без всякой предварительной настройки, без всякого предварительного изучения вопроса, а методом как бы непосредственного вопрошения, как феноменологии. Феноменология требует отказаться от каких-то предварительных теорий для того, чтобы изучить феномен, а подойти к нему так, как он сам себя окажет. В каком-то отношении мы занимаемся философией, да, занимаемся философией сознания и прочими вещами. Мы, конечно же, обращались к образцам классической философии, но в некотором отношении всегда пытались подойти к феномену так, как он сам себя окажет, без относительно каких-то теорий, которые пытаются нам объяснить, как это на самом деле всё работает. Точно так же этот метод работает, когда занимаемся интервью. Никто не готовится к интервью, потому что в этом есть именно сам метод. Если готовится к интервью, то всё превращается в некоторую роду такую намеренность, да, в какую-то роду искусственность вопросов и ответов. Вот эта искусственность, она хороша в литературном произведении, она хороша, наверное, в поэзии, да, потому что там всё-таки эстетическое наслаждение от происходящего всегда отложено. То есть человек пишет некое произведение, некое стихотворение, и только наслаждение возникает уже потом, когда другой человек его читает. А когда происходит интервью, то наслаждение, оно как бы осуществляется в процессе самого процесса. Наслаждение. Да. Суть вопроса в чём состоит, да? Вот должна быть некоторого рода неожиданность. В этой неожиданности, помимо вот эстетического наслаждения, да, присутствует ещё правда. Правда, состоящая в том, что если человек не подготовился, то он будет отвечать теми словами и теми образами, да, и те мысли, которые вот у него сейчас лежат на душе. А не теми какими-то надуманными, придуманными, да, вычитанными в книгах, там, взятыми из кинофильмов, из каких-то штандартных шаблонов, которыми пронизана наша жизнь. Он будет говорить то, что лежит на душе, да. И точно так же и тот, кто упрошает, он точно так же будет не двигаться по некоторой схеме, да, какого-то вопросника. Вот есть какой-то вопросник, от первого вопроса до последнего. А он будет пытаться чувствоваться в то, что хочет внести. Ну, не всегда это даётся, конечно. Это большое искусство, и уметь это делать, да, чувствовать собеседника, да, и задавать именно те вопросы, которые как бы вот предчувствуются, да, которые, ну, которые как бы раскрывают позицию собеседника. Требуются структуры момента, да. Точно так же, когда мы вот обсуждаем, ну, обсуждали музыку, да, и точно так же, когда мы обсуждаем другие вопросы, скажем, патриотизм, опять же, не было никакой подготовки. Была вот некоторая тема, которая, в которой в воздухе как-то повисает, да, и мы пытаемся, вот, исходя из текущего момента, высказать всё, что мы вот по поводу этой темы чувствуем, да, как удается нам наладить вот нашу коммуникацию, да, исходя из этой коммуникации, из некого видения, да, вопроса, войти в эту тему. Вот точно так же я предлагаю взять и рассмотреть вопрос о сюрреализме. У нас, что бы могла бы философия сказать о таком явлении в живописи, как сюрреализм, скажем, Сальвадора, да. То есть это всё-таки в искусстве, в изобразительном искусстве, это определённого рода явление, которое немножко в стороне стоит, да. И я предлагаю на это явление взглянуть следующим образом. Давайте представим, что мы не знаем, да, концепции искусства, мы не знаем на самом деле... Потому что мы действительно знаем. Может быть, мы не знаем на самом деле историю искусства. Историю сейчас в тяжелом месте. Когда мы говорим, что немножко в стороне, действительно сразу выдаём, что не знаем. Вообразим себе, что вот припоминаем, да, какие-то произведения Сальвадора Дали, они, в принципе, такие достаточно яркие и запоминающиеся, да, какие-то образы там. Даже не важно, что там нарисовано, в принципе, важно, как это сделать. Часы сегодня сползают. Не только часы, человеческое тело как-нибудь там растерзано, оно само себя как-то манифестирует. Какие-то там сгустки какие-то там, знаешь, такие специфические, образуют какие-то фигуры там. И соотношение всякого рода фигур, маленький и большой, там как-то там варьируется. Но в любом случае, вот перед нами какие-то картины Сальвадора Дали, что по этому поводу можно сказать с нынешнего момента. Что, вот, например, я бы сказал, да? Я бы сказал сразу, что в этом как-то проявляет себя то, что можно было бы сказать о бессознательном, да? То есть в каком-то отношении, как мне кажется, есть какая-то нарочитость во всех этих произведениях Дали, да? Которые выражаются в том, что там, как мне кажется, показано, как выглядит наше бессознательное. Вот его некоторую дохаотичность, его какая-то там дисгармония и своеобразная гармония, да? В котором сквозит вот некая его рода внутренняя сексуальность. То есть все картины Дали, они вот пронизаны этой сексуальностью, даже вот... Разве? Ну не знаю, я бы так не сказала. Где там она? Что-то какое-то там уродское просто. Ну вот именно... Часы сползают там эти все, стекают. Где там сексуальность? Ну потому что у нашей бессознательной не только в сексуальности есть еще и другие мотивы. Мотивы там... Только не только у Жейроса, есть еще и Танатас. Но в любом случае вот есть вот такая некая нарочитость, как якобы, что все наше существо, существо человеческое, оно вот укоренено в чем-то таком, да? Вот, который стоит позади нас, да? В чем-то, что мы называем бессознательным. И надо туда двинуться, вот в эти недра, да? И там что-то увидеть. Мне кажется, что вот это... Может быть, это и банально звучит, да? Что в этих произведениях именно об этом говорится, да? И... Причем это как бы... Вот его картины мне, например, всегда напоминают сны. То есть вот эта вот нелепость комбинаций, да? Которые образуют картины. Причем достаточно четкие, да? Обычно там прорисовки такие. Это же не кубизм, да? Это же вот не абстракционизм, да? В котором просто непонятно, что нарисовано, да? А это именно достаточно четкое и ясное. Можно даже сказать, что видение почти классическое, да? Только с такими вкраплениями искажений, да? Вот, как ты говоришь, часы потекли, да? Там, допустим, или там какие-то отдельные образы переросли в другие. Или там какие-то там комбинации какие-то непонятные возникают. Это как во сне, да? Вот сон, это же тоже вот своего рода такое нагромождение. И опять же, сон связан с психоанализом, связан с тем, чем занимался Фрейд. Фрейд вообще в сновидениях видел один из способов проникновения в бессознательное. То есть анализ сновидения для него это важный процесс, да? Понимание бессознательное. И мне кажется... Ну, я вот в сюрреализме именно и вижу, в отличие от живописи отражающей, да? Вот, живописи, которая просто соответствует реальности. Я вот вижу вот это вот именно на рассчиты с этой стороны. Потому что, как мне кажется, вся современная живопись, она вот повернута... Она является своего рода, прежде всего, манифестацией субъекта. То есть, если живопись классическая, если так можно выразить, я даже не знаю, можно ли так говорить, что классическая живопись? Она есть манифестация объекта, да? Вот, я вспоминаю античные образцы. Говорится, что вот на картине были нарисованы плоды так, что птички слетались и пытались этот плод сорвать там, да? То есть, чем более реалистичное изображение некого предмета, тем эта живопись более прекрасна, да? Более соответствует искусству. Идеал живопись. Да, идеал живопись, да. Потому что там манифестируется именно объект. А когда манифестируется субъект, то вот возникает обратный видение там всякое. Важно очень именно как сам художник что-то видит. Нет, ну видишь, ну это слишком общий разговор, потому что сюда действительно попадает и импрессионизм. И он, на самом деле, наверное, первый в живописи, которая вот именно эту тенденцию начинает развивать. Ну, может быть, там еще какой-нибудь был тоже романтизм наверняка. Вот, в чем он заражался, уж я не знаю. Но это не было. Так вот, мне кажется, что вся современная живопись, она именно такова. И можно вот с этой стороны посмотреть. И что тогда собой представляет живопись сюрреалистов? Это вот некого рода самусловственный реализм, это сверхреализм, да. Некого рода сверхреализм. И реализм, как вот мы видим, да, вот, как отражается реальность вот в классической живописи. Как она должна быть представлена и нарисована четко и ясно, да. А сверхреализм, это как бы, как вот в эту реальность, которую мы видим, вторгается нечто потустороннее, да. Вот некое бессознательное, можно было бы назвать, нечто, что настоящее, обладает настоящей реальностью, да. Вот некие причины и основания нашей реальности. А сюрре-то нато, по-моему, да? Нет, по-моему, это сверх. Нато-реализм, думаешь? Ну, как бы, нет, я как раз думаю, что ты правильно переводишь, да, но потому что это нато. Вот, ну, то есть это явно не сверх, вот, супер-это сверх-то, вот, а сюр-это как бы на-на-суб реализм, это под-или под реализм, это. Это французская вообще сюр. Ну, это не важно уже, мы же как бы сейчас решили, что мы играем в такую игру, где мы ничего не знаем, да. Или если что-то и знаем, то фрагментарно, и пытаемся выяснить вопрос, что бы мы могли бы такого сказать. Это своего рода то, что мы сейчас осуществляем, есть тот же самый сюрреализм, да, только философский. То есть мы пытаемся выразить свое отношение, да, вот к такому явлению, как, допустим, картина Савадора Дали, да, исходя из нашего впечатления. Так вот у нас есть впечатление, мы пытаемся его высказать. Так вот у меня, допустим, вот лично у меня впечатление такое, что все-таки это живопись нарочитая. И нарочитая в худшем смысле. Вот есть живопись нарочитая в хорошем смысле. Допустим, вот ты упоминал, это... Импрессионистов. Импрессионистов, да. Потому что трудно сказать, что в импрессионизме вот выразилось... Вот... Почему я говорю про нарочитость? Что, как бы, что меня не устраивает в нарочитости? В нарочитости есть желание удивить. Вот, знаете, вот это, как своего рода некое бахвальство. Вот, смотрите, как я могу, да, вот смотрите, что я делаю, да. Это... То есть в этом есть не только искусство, а нечто, что, как бы, лежит по ту сторону искусства. Оно сопровождает любое, наверное, наше действие, но оно не относится к искусству. А именно вот нечто социальное. Вот, мы живем в социуме, и, понятное дело, что мы, как бы, озабочены тем, что как нас похвалят, как на нас посмотрят, как мы выглядим в глаза других людей. И вот, мне кажется, сюрреализм, да, особенно вот Сальвадора Дали, он именно таков, да, что вот это вот желание, как бы, другому, как вот, как-то показать себя другому. Такое, свое родное, хвостовство такое. Смотри, как я могу там, смотри, что я рисую. Это не умаляет само по себе произведение искусства, но оно, как бы, вот, добавляет нечто такое, что к искусству, как мне кажется, не относится. То есть искусство, оно должно сохраняться в некоторых своих рамках, безотносительно вот этих вот мотивов, да, художника. Вот, например, как импрессионизм. Вот, все-таки, мне кажется, в импрессионизме вот более честно проведена линия. То есть есть некое впечатление, есть некое, да, и ты пытаешься это впечатление передать. То есть не передать не только сам предмет, но и тот способ, каким ты этот предмет видишь. В этом есть некая честность, как бы, встань, свое родное, встань на мою точку зрения, да, побудь тоже, свое родное, художником, да. То есть предлагается, художник делится, как бы, некоторым видом того, как он видит мир. Как, например, миф-философ делится своими мыслями по поводу мира, да, так художник делится своим, свои перспективы видения этого мира. Да, вот, я вот так вижу мир. И картина, это как окно, да, через которое мы видим, как вот художник видит мир. А вот когда я смотрю, допустим, на картину Солен-Дурдали, там, я вижу вот, вот, некоторые кривляния. Не то, что он же, он же так не видит меня, правильно? Это, своего рода, как бы, вот... Что мира нет, но я сейчас об этом скажу. Мне кажется, что здесь вот есть вот какой-то такой вот подвох какой-то, да, вот, какая-то игра какая-то, понимаешь, с этим, со зрителем. Вот, как-то так. Благодарный слушателю. Вот, так вот, можно теперь выступить тоже? Вот, поскольку мы пытаемся так вот, как бы, феноменологически практически подходить, да, но феноменологически в таком, в правильном смысле слова, вот, вполне допустимо будет сказать, что вот мне Солен-Дурдали напоминает мультфильм. Да. Вот. У нас такое впечатление. Вот. По-первых, цвета. Яркие какие-то, там, синий, красный, то есть цветовая гамма. Если сравнить, там, с какими-нибудь, там, художниками, там, более, там, ранними, там, какие-нибудь, там, не знаю, рубинсами, там, куча разных полутонов, темные могут быть цвета, что-то еще, то здесь больше таких каких-то вот ярких и простых, что ли, цветов. Ну, по крайней мере, у меня, по-воспоминаниям, я могу, как бы, ошибаться. Я, на самом деле, только часы сейчас эти все и вижу перед глазами. Больше ничего. Вот. Линии все эти, как бы, краски, все очерчены. В принципе, даже, как бы, возникает ощущение какой-то наивности этого рисунка. То есть, ну, ты могу взять тоже, так и нарисовать, по идее. Вот. То есть, там не ощущается мастерство художественности какое-то. Не ощущается, я, наоборот, вижу мастерство как раз. Да. Я, Юрий, я, как раз, наоборот, вижу, что именно есть вот такое мастерство, но мастерство нарочито. Ты-то другое видишь. Да, другое. Я же тебе с ним, что тут видишь. На самом деле, в чем проблема? Потому что живопись, все-таки, она действительно как-то вот должна отражать, ну, не должна, по крайней мере, так привычно было, да, что она отражает материал. Что вот там, допустим, изображается, ну, не знаю, какой-нибудь там пейзаж, там, или натюрморт, и там вот изображены те вещи, которые изображены. И если там и есть какие-то идеи, там, какой-то нарратив, что называется, или там дискурс какой-то, да, мысль какая-то, то она имманетна, там, вот этому изображению, да, то есть она неявна. Вот. Нам не в прямую что-то, так сказать, пытаются, как говорят современные потомки, втереть, да, что-то сообщить, а вот нам в первую очередь все-таки показывают, там, не знаю, какую-нибудь эту даму, да, а уже потом, вот, или как часть ее, то есть десятковский замысел, который... Нет, 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 есть предмет, вот. Так вот, если ты смотришь на плывущие часы, ты понимаешь, что тут речь идет не о часах вообще. Часы здесь не изображены, эти часы не похожи на часы, там, как бы, как часы. Ты видишь, что это чистая идея, то есть это живопись чисто идейная. Тебе говорят, что вот, время плывет. Но надо еще думать, что это имеется в виду, это все, как бы, тоже действительно игра такая, это может быть псевдоинтеллектуализм. Но важно, что здесь, ну, во-первых, как бы, душевные какие-то струны не затронуты, да, то есть, допустим, ты видишь какой-нибудь там осенний лес, как любят там изображать, да, может быть, это попсовые там изображения, и они как-то там примитивные какие-то стороны, так сказать, нашей психики, которая отвечает за живопись, затрагивают, да, но там у тебя возникают какие-то вот впечатления именно, ну, какого-то, эмоционального отклика, что ли, да. То есть, здесь у тебя не эмоциональный отклик, а все-таки интеллектуальный. Согласен. Вот. У тебя работают, как бы, совершенно другие отделы, там, я не знаю, не мозга даже, а, ну, короче говоря, другие органы отвечают за восприятие этой живопись, нежели, допустим, того же импрессионизма, потому что, если ты видишь там импрессионизм, вот это вот там, все это розово-голубое натяжение, там, да, дымка, то ты в первую очередь наслаждаешься вот этим цветом, этими полутонами, этим там нечеткостью, этим, как бы, изображением, этой зыбкостью, да, то есть ты вот предметом наслаждаешься, а не тем, что здесь, как бы, тебе сообщение какое-то, потому что вот плывущие часы или вот эта вот расчлененная фигура или еще что-то, это некий месседж, сообщение, это такая, как бы, уже прямое, то есть я бы сказал так, отсутствует, как бы, первый план в этом сообщении, то есть он, ну, он, нет, он, конечно, есть, да, но он такой, карикатурный, мультипликационный, да, то есть он построен, это как декорации, вот, то есть на самом деле будет еще и абстракционизм, наверное, где-то там впереди, где вообще не будет первого плана, где будет только сообщение, да, вот это вот, больше ничего, вот. А я бы хотел против этого остаться сейчас, я свою позицию скажу. Дело в том, что ты, когда начал говорить, я подумал, что ты в другую сторону пойдешь, но ты ушел в какую-то свою сторону. Дело в том, что можно представить, вот ты, как я сказал, про мультфильм, дело в том, что можно рассуждать о том, что сюрреализм – это своего рода конструктивизм, но такого свойства, вот, если взять сравнение, вот, как афоризм – ниша. Миша про афоризм, такой интересный вещь написал, он говорит, что вот афоризм, он краток, и позволяет воспринимающему этот афоризм читателю додумывать свои мысли. То есть афоризм просто рождает некий импульс, да, он как бы вносит, он как бы задает некого рода рамки, какую-то канву, да, как мелодию, да, которую ты можешь сам продолжить. То есть афоризм просто дает некое направление и толчок только. И по поводу этого толчка сам воспринимающий афоризм читатель, он продолжает эту мысль, он как бы сам, двигается уже сам. То есть чтение превращается не в пассивное какое-то восприятие содержимого, а в некий активный процесс, в котором читатель точно так же участвует, как и автор. Да, потому что он становится соавтором, потому что афоризм, он краткий, да, и все содержание, которое ты из афоризма вынимаешь, да, это содержание уже не автором вложено, это нечто, что ты сам додумываешь. Вот здесь возникает вот момент авторства. Что такое? Есть ли автор, да, у произведения искусства? Это тема, одна из тем постмодернизма, да, тема авторства. Французская философия – это одна из важнейших тем. Вот ты говоришь о месседже, о сообщении. А быть может, на самом деле, Саввадор Дали пытается нам дать в визуальном смысле вот эти афоризмы, да? Хорошо, пускай он строит некую машину, которая... Которая позволяет нам достроить образы, да? Все равно, все равно эта машина действует в другом пространстве. Вот я о чем-то говорю, только об этом. Что есть пространство переживания, и вот старая живопись, старая музыка, да, старая поэзия, она вызывает в нас переживания. Классическое. Да, как бы классическое. То есть мы вот, как бы, мы переживаем что-то, и это именно, ну, чувство. Согласен. А здесь вдруг выясняется, что мы на самом деле ничего не переживаем, но при этом инспирируем, ну, как бы, запускается вот наш интеллектуальный какой-то процесс. Мы с тобой, как бы, ты просто дополняешь мой разговор. А я-то имею в виду, что предлагается именно такая живопись, в которой каждый человек, воспринимающий эту живопись, станет, как бы, тоже дорисовывать в своем воображении, продолжать, как бы, дело художника. Вот художник нарисовал некоторые образы, да, и эти образы, они, как бы, они не завершены, да, они, как бы, представляют собой нечто, что можно дополнить, да, и каждый воспринимающий произведение Дали, он должен это сделать. Возможно, эта живопись просто от нас требует той же самой активности, как вот активность при чтении афоризма, да. Я читаю афоризм и дополняю его своими мыслями по этому поводу, и у меня разрастается некий мой внутренний текст. Я смотрю произведение Дали, и у меня возникает многообразие образов, концепций, ассоциаций, в том числе, и правильно ты говоришь, не только чувственных, в том числе и идейных ассоциаций, например, время, да, часы, плывущие часы. Вот этот вот образ, сам образ, да, часов, которые указывают на время, и стекающие, как бы, такие какие-то мягкие, какие-то гибкие часы, все это, как бы, вот, дает нам какую-то тысячу интуиции, которую мы можем осуществить, если человек творческий, да, если человек хочет быть активным. Это именно живопись для активного человека, который хочет сам участвовать, не просто, вот что значит пассивно воспринимать, в конце концов, в этой пассивности присутствует некое рабство. Каждый из нас, художник ведь, прежде всего, переносит для себя, он не хочет быть рабом другого художника, да, прийти на поклонение и смотреть, как он изобразил нечто. Он хочет сам участвовать в изображении, да, он хочет быть активным в процессе, и предлагает точно, и когда он рисует такой художник, который понимает смысл и, как бы, вот, это наслаждение от активности, он предлагает и другому зрителю точно так же быть активным. Вот, изображено нечто, и вот это оно должно нас побудить. Ну, на самом деле, ну, и... Быти как активность. Хотя, я согласен с тобой полностью, что это интеллектуальная... Моя-то мысль, моя-то мысль была такая, я сейчас ее даже переформулирую, может быть, лучше, что, если классическая живопись изображает вещь, ну, или, там, как бы, там, в широком смысле, в пейзаж, там, натюрморт, портрет человека, то вот эта вот постклассическая живопись изображает понятие. Вот она изображает понятие «я». Вот в чем проблема. Но мне так кажется, вот это само разделение восприятия и мышления, оно, это классическое различение. Оно классическое. А мне кажется, что вот современная философия, она пытается избежать вот этих четких различий. Может быть. Что сейчас уже вот стерлась граница между литературой и философией, стираются границы между просто чувством, да, восприятием и мышлением. На самом деле, где она проходит эта граница? Не совсем тут все четко и ясно. Это классическая философия была четко и ясно, что есть восприятие, есть мышление. И как бы эти две способности, даже говорится, что способности специфические, которые параллельно работают, это чисто классический подход. А если брать современное представление философии, то как бы человеку надо воспринимать как некая ценность. И мне кажется, живопись обращается к согласиям и к интеллектуальным, и к чувственным, и к переживателям, разным способностям. Поэтому не надо говорить о способностях, а следует говорить о том, что к человеку она обращается, к его активности. Вообще, вот эта активная позиция человека, она же ведь утеряна. Мы живем в обществе потребления, в котором говорится, не надо быть активным, надо просто потреблять, быть пассивным. Да, я думаю, что основная проблема потребительской общестики не в том состоит, что потребительские товары производятся, а в том, что человека пытаются сделать пассивным. То есть, что такое потреблять? Это означает принимать и ничего не отдавать. Нет ответа. Человек так устроен, что ему постоянно нужен диалог и ответ, интерактив. А потребительское общество – это общество, в котором ты всегда только принимаешь. Ты не можешь ничего в ответ отдать. Ты потребляешь компьютеры, потребляешь машины, а отдать ты что-то можешь? В чем ты можешь отдать? Для того, чтобы отдать, ты должен что-то сам сотворить. Мне кажется, немножко такой смелый проброс, потому что у меня-то как бы по-другому расставлены акценты. То есть, вот сейчас, когда ты говоришь, я думаю, ну, можно же было бы сказать и так, что вот как раз классическое искусство, как бы, да, и которое, где зритель именно зритель, да, а не сотворец, оно как бы более скромно, что ли, да? То есть, в нем вот этот воспринимающий искусство более скромен, и это связано с какой-то религиозностью даже, понимаешь, такой монет. Как прекрасеннее, да, построенный Богом. Ну, вот как бы, да, то есть, я тут как бы, вот я просто воспринимаю картину, я не претендую на вот это сотворчество, и мне это не нужно. И здесь, и только здесь, как выясняется, возможно, катарсис, когда человек, как бы, вот воспринимая все это, переживая, перерождается, как, ну, приходит к какому-то там, как бы, перелом. А когда же он оказывается, как бы, из, в состоянии сотворчества, вовлечен, вовлечен, да, он, как бы, вовлечен, но он уже, как бы, бывает ли тут катарсис? Вот мой опыт показывает, да, что вот все это сотворчество... Катарсис может быть только у сотворца. Конечно же. Нет, нет. Вот смотрите, чтобы получить катарсис от такого произведения, надо самому что-то сотворить. Нет. Тебе предлагается тот конструктив, из которого нужно что-то построить. Потом-то и дело, что нет, что вот там еще, как бы, откуда катарсис пошел? Из этих греческих трагедий. То есть люди просто сидели, пассивно воспринимали и переживали то, что им демонстрировалось. Сопереживали. Вот. А все происходило, как бы, вот, само по себе. Причем это, на самом деле, если посмотреть, откуда живопись растет, она же растет из иконы. Ну, из иконы. Из европейской. Я и говорю, да, что она, как бы... Она из... А в иконе, опять же, то же самое, как ты правильно говоришь, катарсис и сопереживание, да? Но и видение другого мира. Ну, и видение другого мира, и, как бы, тут ты, ты, как бы, воспринимающий все-таки. Ты не так, что там, понимаешь, а давайте я тоже сейчас тут дорисую. Ну, представь себе, это насколько это как очувственно, да? Добавить что-то свое. Да, да. Один целый, понимаешь? Вот. Согласен, а мне кажется, что... И вот это тоже, как бы, момент такой. И, может быть, извиняюсь, что я перебиваю, да? И, может быть, вот эта вот священность, да, вот это вот искусство, которое было раньше, да? То есть, вот творец, вот он как-то вот там связан, связан это все со священностью, с иконой, с Богом, она и создавала возможность для катарса. А когда искусство становится таким, ну, как бы, доступным всем, ну, не в плане того, что оно понятно, да, а в плане того, что все тут включаются в это творчество, оно, как бы, обращено к читателю и требует от него активности, там, ну, к зрителю, там, вот. Происходит его профанизация, что ли, да? То есть, вот оно уже больше не священно. Я сейчас объясню, на самом деле, я думаю, что я с тобой бы не согласился. Вот я недаром заговорил об авторстве. Труд, ведь авторство иконы, это, на самом деле, своего рода, некоторого рода парадокс. У иконы автор Бог, да, и, как бы, и художник, который рисует икону, да, вот он специально, да, сочетает некоторого рода операции, пост, там, молитвы и прочее, очищаясь, да? И, как бы, он находится в некой роде инспирации Духа Святого, да, и рисуя эту икону. То есть, авторство иконы, на самом деле, это, как бы, вот, своего рода, так, нечто, как бы, невозможное. То есть, икона не имеет автора, или имеет, или лучше говорить, икона имеет автора Бога, да, Духа Святого. Вот. И вот, это один полюс, да, там, где, правильно ты говорил, что трудно, как бы, вообразить, что что-то может художник от себя, вот, добавить, да, и сказать, что... Да уж, тем более зритель. Да, тем более зритель, правильно. И теперь другая сторона того же самого процесса, которая дошла до предела, и вроде как есть художник Сальвадор Дали, но, с другой стороны, поскольку есть авторство, то вроде бы, как его и нет. Вот, как литературное произведение, мы читаем текст. Есть ли там замысел авторский? Меня не интересует как раз здесь автор, да? Он меня не интересует ни в случае иконы, ни в этом. Меня интересует вот именно этот воспринимающий, там, зритель, там, или вот его судьба. То есть, он, фактически, взаимодействует с произведением искусства. Как там автор взаимодействует с ним, это, это... Нет, подожди, очень важно, ведь мы же говорим... Мы же не знаем этого, вот так говоря. Ну, творец, творец... Вот мы приходим, как бы, и мы сейчас рассуждаем технологически, мы смотрим на живопись сюрреализма, как зрителя, а не как там... Ну, почему-то у него есть подпись, типа, Сальвадор Дали, как мы должны к этому отнестись? Ну, как-то должны отнестись. Вот, но наш опыт-то говорит о том, как мы, то есть, мы приходим, и от нас требуется какая-то вот работа, да? Не, ну, а в классическом представлении, которое посредине находится между иконой, там же, видите, как, именно важно, что есть автор. Ну, ладно, да. Там, вообще, именно важно, что именно некий урода человек, потому почему он важен? В иконе он не важен, да, а почему здесь важен? Потому что именно этот человек находится в руках некоторого рода инспирации, именно он, как бы, является творцом, как бы, и прочее. То есть, вот, когда вопрос о личности встал, то есть тоже встал вопрос об авторстве произведений искусства, авторстве литературных произведений и прочего. А ведь в древности даже тексты философские приписывали учителю Платону, например, да, все, как многие философские тексты, возможно, написали Платонские, написали ученики Платона. Да, но переписаны... Учителю не потому, что, как бы, не только из уважения, а на самом деле потому, что авторства нет этого, потому что это некого рода благоественная мудрость. И некоторые есть условности того, что... Ну, понятно, но просто, мне кажется, это очень смело говорить, что вот приходит такой, как бы, новое искусство, сюрреализм, которое вот это авторство как-то размывает. Да не только сюрреализм. Мне кажется, что в импрессионизме это начинается. Когда субъект наступает, начинает на обех. Объект как бы удаляется, он становится старостепенным, а вот наше субъективное, оно начинает в произведение искусства вступать и проектироваться. Но автор там еще более, конечно, торчит какого-то, так сказать. Вот и Асальвадо Далин, он всей своей картины об этом говорит. Он говорит об этом точно так же, как и афоризм Ницше. Он все-таки афоризм именно Ницше. Но тем не менее, в самом этом афоризме есть возможность вступить нам, в соавторство. Понимаешь? А если есть соавторство, то тем самым пропадает... А что такое авторство? Все равно нечто уникальное. Это земля моя. Это, типа, кружка моя и прочее. Это вот моя пропадает, потому что есть и есть соавторство. Это наше. Ты знаешь, какое-то, на самом деле, я вот сейчас думаю, странное соавторство. Потому что, ну это как вот серому тебе предложили, вот у тебя есть картина до этого даже. Сразу что тебе предложили какие-то кубики и сказали, вот сложи из них что хочешь. Это какая-то комбинаторика, то есть не то, чтобы ты там... Да, на самом деле, когда ты сказал про мультфильм, ведь как предлагают играть ребенку? Вот говорят, кубики сложи что хочешь. И так и предлагается. И не даром вот этот вот эффект, некая впечатление мультипликационности, некой детскости, она в эти присутствуют. Вот даже у ниши есть вот этот момент, да, что когда дух проходит три стадии, там он это, верблюда, как бы льва и ребенка. И это третий, последний этап важный. Почему? Потому что ребенок отказывается от всех концепций. Он уже созидает новый мир. Да, вот он верблю... Тут другой все-таки ребенок. Я говорю о том, что ограничен выбор, что ты как бы, вот, как соавтор, да... Ребенок это новое начало. Творишь, творишь, как бы, в каких-то странных вот этих... Можно ли там творить, понимаешь? Ты пойми, в чем состоит творчество. Вот, например, я не могу считать это Толстого. В принципе, не выношу, я почитаю 20 минут, а потом меня тошнит две недели. Да. А почему? Ну, потому что он не дает возможность мне вступить в некий диалог с ним. Он так разжевывает, рассусоливает. Он на каждую простую мысль делает, пишет 10 предложений. Кого читать можешь? Ну, подожди, послушай, 10 предложений, все объясняет, разжевывает. Невозможно, невозможно. Он не дает мне возможность вступить в некотором роде диалоги, да. Так как вот я читаю и хочу, как бы, насладиться не только тем, что автор говорит, а тем, что мне придет это в голову, да, вот, некоторыми своими переживаниями, своими какими-то интуициями. Я считаю Ницше, и совсем другой эффект. Понимаешь? Я понимаю прекрасно, что Ницше, может быть, о своем там говорит, но для меня вот этот калейдоскоп, который в виде афоризма, это некоторое родное, как, свое родное, как инструмент для работы. Какие-то мои свои мысли. Ну, ты хочешь, ну, какую-нибудь бы литературу привел, в качестве примера. Который может так делать? Достоевский. Достоевский, вот этот полифонизм, он же в частности проявляется в том, что ты вступаешь в некого рода, тоже участвуешь вот в этом движении, да. Вот есть это движение разных персонажей, разных сознаний, разных форм, да. И ты как одна из этих форм. Потому что и у тебя возникает антивалентное ощущение по отношению к персонажу. Не так, что у нас все заранее, как картина нарисовано, и не добавить, не убавить. Понимаешь, вот чем плохо произведение, классическое произведение искусства, как я сейчас его понимаю, оно плохо тем, что туда ничего нельзя добавить. Что такое совершенство? Это совершенство, это то, которое всем полно. Но это совершенство, оно как бы безжизненно. Понимаешь, если туда ничего нельзя добавить, так оно и не нужно. Мы говорим, что такое совершенство нам не нужно. Нам нужно такое совершенство, в котором мы могли бы поучаствовать, могли бы внести свою маленькую, пусть, 3 копейки, 100 лет. Может быть это вот это восстание массы, вот это вот плеск, который хочет везде там, что такое, иголочки, да, Светолин? Не, не иголочки, бисер. Который что хочет? Что-нибудь поучаствовать, там, и здесь был Вася, понимаешь? А тебе не кажется, что... Вот это сотворчество, в чем оно выражается? А тебе не кажется, что здесь протест как раз против того, что из нас пытаются сделать потребителей и рабов? Нет. Нам говорят на самом деле, потребляйте такие-то продукты, нам говорят, потребляйте такие-то, это произведение искусства, потребляйте музыку. Мне кажется, что это та идеология, да, или, ну, как бы, тот дискурс, с помощью которого это все продается, вот что мне кажется. Что это говорят, вот как бы, вот это для умных, понимаешь, искусство, это не для быдла. Покупайте его, понимаешь, там, смотрите его. Конечно же. И я вижу в этом еще больше, как бы, опасностей. Согласен. Дело в том, что это потребление, оно так устроено, что и все, что, как бы, пытается выскочить из этого потребительского дискурса, все становится тоже потреблением. И Самадор Дали точно таким же стал неким потребительским продуктом, понимаешь? Некоторым-то брендом, который вот это отпечатывают. Вот тебе бренд Самадор Дали. У меня просто кажется, что вот важную тему я поднял, а она как-то ушла. Что это вот Кайпер еще об этом пишет, когда про поэзию рассуждает, там, про этого, про ритки. Что основная проблема современности, да, вот, можно ее так, как бы, называть, можно по-другому, но вот можно назвать в таком ключе, что это вот то, что священное уходит из мира. Что вот все меньше и меньше у нас вот такого священного остается. Как бы, чего-то такого, знаешь, при чем, как бы, мы бы благоговеря, условно говоря. Вот. То есть мы во все, как бы, в свои везде три копейки добавили? И на небо тоже туда добавили? Да, везде добавили три копейки. Это, знаешь, Ниша об этом так говорит, что для литературы то, что все научили читать, это было огромное зло. Ну вот типа так. Потому что благодаря этому литература превратилась в мусор. И, понимаешь, и было, как бы, произведение искусства, оно было на какой-то недосягаемом высоте, оно было совершенствовало, да. А теперь, как бы, все, так сказать, приглашены в сотворчество. Полный интерактив. Но, как бы, но само, может быть, как бы, ну, короче говоря, оно потеряло в антологическом каком-то статусе. Но все захотели не дворцами, согласились. Это понятно, да. Это и есть массовая статуса. Все лучше, богаче, может быть, так сказать, все стали непотребителями, а сотворчество. Но оно, как бы, с недосягаемых высот, вот, антологически буквально, да, упало, как бы, да, вот, до какого-то такого... Шерпотреба. Шерпотреба, да, и всеобщего действия. Ну, массовой культуры, наверное. Массовой культуры, да. Ну, на самом деле, это так. Но только у массовой культуры, там, восстаний масс, там, этого, отеги и гассеты, да, присутствует и обратная сторона. Конечно же, с одной стороны, вроде кажется, что это явление портит вкус, да, портит искусство, портит... Ну, не портит, как портит нам перспективу. В смысле, сакрального, возвышенного и прочего. Сакрального, кто-то так... Это с одной стороны. Но с другой стороны, согласись, что было тоже несправедливо, что одни почему-то жили в этом, дышали этим воздухом высоким, да, и высокого искусства, а другие почему-то должны были задыхаться в нечистотах, как бы, повседневности. Почему? Это же тоже несправедливо. В конце концов, справедливость и демократизм, да, и, как бы, солидарность людей, она дошла и до таких высот. То есть все захотели также попробовать и искусство, попробовать и возвышенного, и сакрального, и сакрального, поучаствовать во всем. Как сакральность ушла? То есть как только, как бы, вот это авторство, видимо, то есть сначала, как-то, где-то как-то было авторство Бога, вот, потом оно постепенно вытеснялось автором, уже конкретно, ну, он все еще говорил, что вдохновение, там, да, Бог мне, там, помогает. И поэтому к нему не было претензий, на самом деле, да, не было такого уж, как бы, разительного, вот этого вот, несправедливости, что одни могут... Ну, классическое авторство, да, успевелось, потому что Богу, потому что... Бог помогает, как бы, да, он... Всякое вдохновение от Бога, да, так и понималось. И поэтому... Это никого рода да. А когда приходит уже, как бы, вот этот, вот, современный художник, он говорит, нет, это вот я сделал. Ну, он как ремесленник. Да, вот, ну, как бы, да. Вот я сделал, на самом деле. И вы можете вместе со мной поучаствовать и доделать тут, да. Давайте, как бы, устроим, вот, даже сложим, вот, такой, будем рисовать сейчас вместе одну себе картину. Вот. А тебе не кажется, что вот обращение искусства, да, превращение его, в свое родное, кубизм, там, вот, вот, абстракционизм, это, опять же, вене демократическое? Ну, вон. Ну, любой может нарисовать кубик, там, любой может нарисовать что-то, там, там, сейчас слоны рисуют, там, какие-то обезьяны, там, рисуют, и это называется искусством, понимаешь? Диалоги-то там другая. Или берутся две кисти, там, обмакиваются разные краски, там, как бы, стряхиваются на полотно, и типа это, как бы, произведение искусства, да? Ну, и так, да, тоже. То есть, упрощение такое присутствует, но нельзя в этом видеть только негатив, вот, к чему я призываю, что это неизбежно, некого рода неизбежность, мы же живем в том, что есть. Там смысл, то есть, это судьба некоторой смысл. Доходит до того, что, просто, вот, до чего доходит, да, до того, что фактически объявляется искусством все, что, как бы, объявлено искусством, вот так. Да, даже реклама. Да, даже если я что-то делаю и говорю, это я только что произвел эстетический акт, все, это становится фактом искусства. Да, не знаю. То есть, это я сделал, допустим, я могу, не знаю, там, украсть сумочку, да, ну, сказать, это на самом деле перформанс, вот. И это эстетическое событие, все. Ну, это, вот, стирание границ, это, на самом деле, уже эффект не конкретно искусства, а культуры, потому что постмодернизм, как раз, он, вот, и вторгся в просторы нашей культуры, стирая все границы, литературы, философии, политики, искусства и прочее, религии, да, теперь все может стать, как бы, искусством, все одновременно есть и политики, участвует и в политическом дискурсе, и в дискурсе этики и так далее. То есть, вот, вот это, вот, стирание границ, да, вот, мир, сведенный к некого рода, вот, такой пестроте, да, где эта пестрота не выделена в некий его рода иерархии, там, этажи какие-то или отдельного рода сегменты, а где, скорее, просто, вот, как вот эти две кисти, да, вот, набросано, как бы, да, и разная какая-то красочная полифония. Причем, как бы, понятно, как эта вот идеология-то возникла. Смотри, тут еще логика какая. С одной стороны, да, ну, то есть, мы понимаем, что акт творчества – это акт свободы, да, то есть, если ты творишь, то ты должен, как бы, создать, ну, и что-то, видимо, новое, да, то есть, в этом творчестве состоит. То есть, оно, по крайней мере, как бы, свободно, и оно не должно быть предначерплено. Если тебе говорят, допустим, что твоему творческому акту предшествует, ну, не знаю, какое-то пространство, допустим, живопись, как некая система, там, ограничений, там, смыслов, там, не знаю. А такой актик фактически никогда не было. Или музыка. Не бывает живопись безосновная. И так же, как и литературные произведения, как и стихотворения. Вот, ну, во всяком случае, я говорю, как приходят люди, там, к какой-то манифестации, к эфону, совсем уже, да, они говорят о том, что даже любой акт, он, он в том числе, как бы, имеет право, да, расширять вообще понятие искусства, как такового, конкретного, как конкретного и вообще. А я сказал бы более грубо, что любой акт всегда вторичный, любой. Любое произведение искусства всегда второе. Первого быть не может. И именно поэтому исчезает понятие авторства, что все становится вторым. Нет, ну, ты немножко про другое говоришь. Я говорю про то, что, как стирается понятие того, что, ну, граница между искусством и неискусством. Она стирается вот самими этими произведениями искусства, потому что они, как бы, по логике своей, и здесь есть правильное зерно, да, если они будут, как бы, брать в свое понятие о том, что такое искусство, да, из бывшего, из того, что уже было, они, как бы, ничего нового-то и не принесут. Ну, это называется банальность. Да, да, они, как бы, будут воспроизводить просто. Да. А этого надо убежать, потому что... А творческий новый акт, он автоматический, значит, он должен, как бы, он не должно быть... Потому что он воспроизводится ремесленно. Да. А если ему не предпослан, значит, он может, как бы, вообще в другом, в другой сфере, понимаешь, там, родиться и расширить понятие искусства вот, как бы, до безумного предела. Но это ведь, как бы, одновременно, странным образом и убивает все. Вот. То есть, ну, как это так, да? То есть, ну, стоит об этом узнать и сразу... То есть, все равно же, как бы, мы как-то постфактум, да, вот он уже произошел, а мы же оцениваем все-таки, был он как-то, исходя из чего? Из его внутренней какой-то логики, да? Он, если он, ну, не просто так, так сказать, родился, он вместе с собой принесся какие-то новые принципы, соответствует ли он своим же принципам или нет? Ну, в общем... Ну, подожди, вот я немного вернусь, вот, просто с некоторым своим впечатлением, мы тоже его как-то пропустили и немножко сбились на другую тему. Вот меня, например, всегда раздражает восприятие любого произведения, которое я, которому я не могу ничего добавить. Всякого рода совершенства, да, к которому, ну, в силу, допустим, своей, ну, своего несовершенства, да, своей необразованности, там, своего неумения, неспособности и прочего, добавить чему-либо, да, вот мне все такое раздражает. Мне оно, прежде всего, неинтересно, да, и я пытаюсь к нему отнестись функционально. И поэтому, когда искусство, допустим, мне предлагается какое-то стихотворение, и все восторженно говорят о том, что это великое стихотворение, а я смотрю на него, я не могу ничего к нему добавить, да, как бы, не могу никак его отрефлектировать, как-то что-то о нем высказаться, да, я, как бы, такое искусство меня бесит. Ну, вот это... Это, может быть, это мое впечатление, но мне кажется, что это не только мое впечатление, мне кажется, что вот это то самое впечатление, которым является, которым является современностью. От меня оно крайне далеко, да, потому что, ну, допустим, я ближе всего знаком с поэзией, и что, как бы, что больше всего задевает, там, не знаю, струны моей души, да, как бы, и что мне больше всего нравится, допустим, в каких-то хороших, по моему мнению, стихах. Это завершенность какая-то, да, это какая-то, вот, какая-то обязательность и неизбежность, я бы даже отказал строки. То есть, когда-то вот это сказано, да, и ты чувствуешь, что это сказано каким-то неизбежным образом, что, ну, никак. Причем, это может быть психологическое ощущение, конечно, могло бы по-другому, надо переписывал, как-то перечеркнул. Ты сейчас опять свел к чувствам, а мы, а я как раз говорю, то есть, если мне уму моему ничего не говорит. Конечно, я, может быть, чувствую некую ладность, музыкальность произведения искусства, да, некоторого рода, как ты говоришь, вот ту завершенность. Но мне хочется, что... Окончательность высказанных. Мне хочется добавить что-то умственно, понимаешь, вот мне недостаточно этого. Вот, например, я смотрю на произведение Дали, я понимаю, что я могу там умственно что-то добавить. Ты же сам говоришь об этом, что она говорит что-то уму. Она как бы высказывает, будь со-творцом, да. Я, может, не умею рисовать, но я могу добавить как-то в своих образах, да, в каких-то своих, может быть, ассоциациях, да, в своем воображении что-то, как бы, может мне прийти в голову. А когда речь идет о вот такой художественности, которая только ладна, которая, как бы, вот, как-то в виде звучания, в виде некоторого рода гармонии такой ощущений, то что такое искусство нам дает? Это некое пассивное искусство, оно как бы, я в нем, как бы, некого рода только зритель, только приглашенный, понимаешь? А я хочу участвовать, сам священно действовать, а тут получается, что я только, мне удел мой только, как бы, пребывать, да? Причем, это не только ведь связано, допустим, со стихотворениями, я вот, например, видел собор покрова на Нерли, на Нерли. Просто тоже еще по-разному бывает, бывает какая-то, как бы, окончательность, допустим, высказаний, но при этом открытость, незавершенность мысли, которая там заложена, такое бывает уже, с которой ты остаешься наедине. Ну, это же подсказка. Нет. А хочется, нет, ну, хочется, понимаешь? Нет, 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 там, как бы, такая, ну, я имею в виду, такая незавершенность, которая, как бы, ни к чему не приводит, да? И даже, как бы, вот, она просто не может разрешиться. Нет, тогда такой пью, и такой, и ты с этим остаешься. Мне такое нравится. Но тебе там тоже, на самом деле, нечего делать, ты, как бы, не можешь ее продолжить. То есть, как только ты начинаешь что-то там домысливать и объяснять, все, ты теряешь, как бы, вот это вот, ну, по крайней мере, я, да? Теряешь, вот, собственно, то, ради чего ты пришел к этому стихотворению, да? Ты теряешь вот это вот, как бы, вот это подвешенное, как бы, какое-то вот это вот состояние. То есть, ты видишь, что получается не то. Вот. И само это действо, как бы, само вот это дописывание, да, или, как бы, расшифровка, она сама уже, как бы, ощущается тобой, как вот что-то... Как насилие, да. Как насилие, как какое-то там, как что-то искусственное, вот мы тут обсуждали, да, искусственное, естественное. Как вот, как бы, как препарирование ощущается тобой. А вот я хотел свое впечатление, когда мы ездили по Золотому кольцу, впечатление от храма Покрова-на-Нерли. Дело в том, что первое впечатление было, вот это странно, было впечатление некоторого рода собственной ничтожности. Вот этот собор полностью уничтожает человека. И дело даже не в том, что этому собору 500 или сколько лет, а ты как бы здесь пришел и ушел. А дело в том, что он какой-то такой завершенный, понимаешь, он в таком месте построен, как-то так все сделано, он так прекрасен на самом деле, что ничего невозможно к нему добавить. Так это же прекрасное переживание. Нет, так я чувствую, что это вот ничтожество, которое он просто уничтожающий. Понимаешь? Она и притягательно с этой стороны. Бесконечно переживает. Да, так я там фотографии сделал штук стоя, пытался как бы унести ее с собой, понимаешь? Так вот, значит, тебе не чуждое искусство? Ну, конечно, не чуждое. Но мне, вот как современному человеку, хотелось бы свою три копейки внести, написать, здесь был Вася, но там нельзя этого сделать, понимаешь? Баптистский карамадеев, баптистский, там можно спеть, под кормом, под электрогеном. Мне кажется, что интуиция современного искусства, она должна позволить зрителям все-таки нести свою лекту, хоть какую-то. Быть соучастником процесса, быть священодействием вместе с художником, а не быть вот этим сторонним зрителем, да, вот как вот на отшибе. Вот есть жизнь, вот этот собор живет, да, вот вокруг, все вокруг него прекрасно, он завершенный, это вечность. А вот ты как бы к ней как-то прикоснулся со стороны, ты просто тлен, понимаешь, тебя нет. Вот это вот ощущение тебя нет, оно вот, не знаю, меня так давило сильно, что это главное мое впечатление было. А мне хочется, чтобы я был, пусть я маленький, через там земное, но я хочу быть, понимаешь? И когда художник приглашает меня, говорит, стань с отворцом, вот это вот приглашение, оно позволяет мне как бы почувствовать жизнь, да, вот как бы прикоснулся, прикасаясь к прекрасному, так же почувствовать, что и ты вроде какое-то отношение к этому имеешь. Мне кажется, вот если так говорить о молитве, опять же, вот вспоминая наш разговор, что тут тоже вот есть некие созвучия, когда я молюсь, да, я как бы опять же не просто воспринимаю ситуацию, а я в ней участвую, да, я как бы участвую в том действии великом священном, которое существует в мире, да. Вот есть бог, да, я в этом творении как бы участвую видим молящегося, да. Я участник, да, я тоже совершаю нечто, да, там не только когда я доброе дело делаю, да, я тоже как бы участник. А когда я просто пассивно, вот есть искусство для искусства, такой даже термин, да, вот когда я вижу искусство для искусства, это, не даром, а искусство для искусства считается это не с чем-то сатаницкой. Вообще, тот как раз сюрреализм и называют обычным искусством для искусства, и абстракционизм, именно его, отнюдь не то искусство, которое классическое и которое как бы... Не классическое, согласен. Дело в том, что классическая цель другая. Там как бы изначально, вот это вот измерение зрителя, его нет просто, потому что это не для зрителя делается. Он не главное, скажем так. Вот и это, кстати, тоже. Можно так сказать. Я вот все время говорил про, как бы, со стороны зрителя, восприятия. Если поговорить теперь со стороны автора, то если вот это вот классическое искусство, где-то как-то, по крайней мере, в своем основании, как оно начиналось, оно обращено, если это сообщение, или какое-то там произведение искусства, оно обращено к Богу. Да? То есть, даже там, вплоть до того, что поэты там какие-нибудь там, да, говорят, там, там, Святаева пишет Богу, там, Ахматова пишет, как будто мужчине пишет. Вот. То есть, ну, есть обращение... Провиденциальному собеседнику. Да, да. Вот. То современное искусство, оно слишком очевидно обращается, как бы, вот к соседу, к человеку, как бы, к другому. То есть, и это сразу снижает какой-то градус, понимаешь? Снижает. А как иначе? Ты... Оно должно, когда, приземлиться. Ты пойми, на самом деле, если, как бы, приглашается в соотворчество, то все-таки уровень должен быть понижен. Потому, как бы, и мультфильм, понимаешь? Потому... И воспринимается Саветур Дали как своего рода игра, может быть, кокетничение, что все-таки речь идет о том, чтобы пригласить зрителя, да? Это своего рода менеджмент. В чем-то тут присутствует вот этот менеджмент. Мы, как бы, художник для зрителя. Да, произведение все для зрителя. Это фильмы для зрителя, театр. Все для зрителя. Зритель главный. Например, древняя ведь трагедия, она ведь не для зрителя. Зритель, конечно, там, сопереживает, получается, катарсис, но это просто само по себе некое священодействие. Нет, вот и получается, что, как бы, то, что было, не знаю, там, какой-то цитаделью, там, храмом духа, да, превращается в развлечение. Да. Вот. Именно так. И это, как бы, судьба искусства. Искусство, как бы, из каких-то высот, там, недосигаемых, да, спускается на землю. И ты торжествуешь, потому что искусство становится мусором, а пилосором... Нет, искусство становится... Понимаешь, в чем проблема? Искусство, конечно, может выродиться вот в вот это, в часть потребления. В конце концов, оно в это и вырождается, потому что современное искусство часто именно так появляется потребительское. Надо прийти и просто потребить. Но мне кажется, что во всем этом потребительском присутствует этот элемент, да, оправдывающий это движение, состоящее в том, что приглашается в соавторство зритель. Говорится, будь соавтором. Вот, мне кажется, этот момент быть соавтором, да, это в некоторых вот честность. Я художник, так, я рисую, да, а ты приходишь, как бы, и это помогает тебе в твоем творчестве, помогает тебе что-то там пережить. Увидеть какой-то ракурс новый, да, то есть это со-творчество всегда. Тут, как бы, вот есть обмен, то есть зритель не просто случайные обстоятельства, а это необходимые условия, да, как бы, вот, того, чтобы произведение существовало. Так же, как афоризм, да, вот я вот, метафора афоризма, умнейшая просто, она наиболее близка мне, да, что... Это не просто красивые слова, да, подобранные, да, лаконично, а это, вот, предложение пододумать, что вот из этого может вырасти какой-то текст, там, да, какой-то философский трактат, там, какое-то литературное произведение, вот, что, как бы, может родиться, да. Вот некий толчок, тебе предлагается эта комбинация, как кубики, вот мы говорили, из кубиков что-то сделать. Это интересно. А вот не может быть так, что вот раньше, даже, как бы, ну, условно говоря, не художники, а вот просто люди, что они в своей жизни, на самом деле, имели простор, как бы, для творчества, там, ну, они, там, что-то делали, там, дом обустраивали, там, все женщины шили что-то, там, вот, мужчины, там, опять же, дом строили. Ну, это же традиция, рутина же. Ты же не можешь по-другому, ты должен определенного рода последовательность, в определенного рода время, там, в определенного рода, там, как бы, обстоятельствах и, там, ну, проще, там. Не, ну, ты просто подумай, да, как бы, я, как бы, не в этом плане, а в том, что, ну, вот, допустим, построить дом, да, вот, и, как бы, и сотворчество там, в каком-то художественном произведении. Мне кажется, все-таки, даже, вот, в строительстве дома, ты куда больше творческой энергии потратишь, там, будешь думать, как здесь, что, ну, короче говоря, может быть, раньше... Ну, дома мы сейчас не строим. Ну, вот, я к этому и веду, что, может быть, сейчас жизнь, как бы, настолько исключила, хотя, может быть, и нет, я не знаю, гипотеза такая, исключила, как бы, ну, все автоматически, да, у нас, как бы, просто не осталось, там, пространства для этого творчества, все для нас уже, как бы, сделано, все расчерчено. Вот, и тут прибегает искусство, которое, типа, вот... Ну, конечно, все фабрично встанавливается, все, как бы, делается, как бы, воспроизводится в массовом порядке. Массовая... А Сонечка хорьба и делает. Миросык. В массовом производстве. А как раз вот это вот, а творчество должно быть уникальным. Вот эта уникальность нам... Просто я к тому... Она развожу только вот с современными, к тому искусству, которое нам дает. Потому что тут, как бы, два объяснения, может быть, первое, которое, как бы, первым приходит в голову, что вот, как бы, вот эти массы, да, созрели для творчества, и вот тут это искусство им дает возможность, настало время интерактива и так далее. А второе, вот такое, которое я сейчас высказал, что, может быть, они всегда и творили, да, но у них, как бы, это все как-то ушло, отняли, там, жизнь, там, сама, как бы, сам ритм, специфика, вот, ну, то, что мы обсуждали на первом семинаре, вот, увела из их жизнетворчество, и теперь они ищут прибежество. Заменитель ищи, да. Вот. Замену тоже. Ну, может быть, да. Заменитель ищи, да.